Дети доедают чужие объедки Все происходило в крупном торговом центре Давайте послушаем одного из очевидцев Видно, что без присмотра родители подходят к столам и собирают остатки столов и просто их съедают Не буду врать, как мать, когда увидела вот эту картину, просто мне ужас схватило, когда поняла, что происходит А почему так происходит? Сказали, что они просто недоедают все, потому что многодетные семьи Нам удалось сегодня пообщаться с матерью нескольких мальчиков из этой компании Как она поясняет, семья у них действительно многодетная, а воспитывает детей она одна Старшие сыновья часто проводят время на улице, а чем они занимаются там, не рассказывают Ну беседу будем проводить Как еще, как реагировать, что я там разговариваю А вы это как воспринимаете? Ну неприятно как, надо общаться, почему так, чего не хватает То есть оснований у вас семейных, каких-то финансовых нет для того, чтобы дети Не, ну до такой степени нет И к другим темам Драка все-таки была массовой В сети появилось еще одно видео по тасовке жителей Лисосибирска с цыганами Напомню, новости ТВК уже рассказывали об этом происшествии Тогда в пресс-службе главного управления МВД по краю Пояснили, что конфликт возник на бытовой почве между двумя мужчинами К ним присоединились еще около 10 человек, а остальные были лишь зрителями Однако на этих кадрах хорошо видно, в драке принимали участие минимум три десятка человек Из них порядка 15 вооружены палками и битами Как рассказали новостям ТВК очевидцы по тасовке Конфликт возник из-за наглого поведения приезжих Они якобы стучались в дома горожан и требовали продать золото По факту случившегося в полиции проводят проверку Ну а двое сотрудников лесоохранной службы пропали при тушении пожаров Все произошло накануне в Кежемском районе В 170 километров от ближайшего населенного пункта Мужчины работали там в связи с повышенной пожароопасной ситуацией Официально в Кежемском и Багучанском районах Сейчас действует режим чрезвычайной ситуации Большая часть возгораний зафиксированы в авиационной труднодоступной зоне К предполагаемому месту пропажи людей отправлены дополнительные группы Поиски продолжаются Всего же, по данным лесопожарного центра В крае на данный момент действует 29 лесных пожаров Общая площадь больше 3,5 тысяч гектаров В Иркутской области сегодня объявлен траур под членом экипажа Ил-76 Он также был задействован при тушении лесных пожаров Экипаж перестал выходить на связь 1 июля В ходе поисковых работ на месте катастрофы были обнаружены фрагменты тел погибших Судя по масштабам разрушения, весь экипаж в составе 10 человек погиб, считают в оперативном штабе Там пояснили, что упавший Ил-76 сгорел почти полностью Уцелело только хвостовое отделение Также на месте крушения были обнаружены и черные ящики По предварительной версии самолет мог зацепить сопку в условиях плохой видимости Губернатор Иркутской области Сергей Левченко объявил 4, 5 и 6 июля дня метраура в регионе Восстановление отношений с Турцией, увольнение главы Свердловского района и выход Медведей прямо к жилым домам О самых важных событиях последних 7 дней расскажем в рубрике «Итоги недели» 95% всей системы теплоснабжения Красноярска может оказаться в одних руках В начале недели появилась информация о возможной продаже компании «Краском» структурам компании СГК Которая ранее приобрела группу управляющих компаний «Жилфонд» Косвенно возможную сделку подтвердил губернатор края Виктор Толоконский И заместитель руководителя регионального управления антимонопольной службы Олег Харченко Компании СГК подтверждают, что переговоры по поводу сделки сейчас ведутся с городскими и краевыми властями И подчеркивают, СГК заинтересована в сделке, поскольку это приведет к централизации теплоснабжения Добавим, сроки сделки пока официально не определены Уволен за бесконтрольность В четверг стало известно, мэр Эдхам Акбулатов уволил главу Свердловского района Владимира Упатова Причина, опубликованная на сайте мэрии, отсутствие контроля за содержанием территории, а также несвоевременная реакция на обращение жителей В то же время из официальных документов стало известно, что Владимир Упатов уволен по собственному желанию Добавив новостям ТВК, стала известна фамилия, вероятно, нового главы Свердловского района Красноярска По информации нескольких источников в краевом правительстве и в городской администрации, должность главы может занять Владислав Логинов, бывший заместитель руководителя Департамента городского хозяйства Мэрию эту информацию новостям ТВК не подтвердили, отметили лишь, что сейчас пост временно занимает первый заместитель главы района Алексей Исаев Опасайтесь медведей! В пригороде Красноярска на станции Рябинина заметили медведя Прогулку хищника дачникам удалось заснять на камеру несколько дней назад На кадрах видно, зверь в течение нескольких минут свободно ходит по участку, а прогнать его пытается хозяйская собака По словам очевидцев, медведя неоднократно видели в разных районах садового общества Это было в начале недели, а вот 30 июня жители Свердловского района стали свидетелями уже другой картины Маленький медвежонок забрался на дерево рядом с жилыми домами на улице Туристская Это граница жилой зоны и заповедника Столбы Испуганный медвежонок просидел на дереве несколько часов Как рассказали местные жители, представители сибирской фауны частенько забредают на их улице Однако медведей там не видели уже года три Министерство природных ресурсов сообщили, что медвежонок смог спуститься самостоятельно и ушел в лес А специалисты Минприроды сейчас наблюдают за данным участком Добро пожаловать в Турцию! Снова! Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий запрет на продажу путевок в эту страну Это произошло после того, как лидер Турции Реджеп Ардаган принес извинения за сбитый в прошлом году российский самолет Су-24 В ассоциации туроператоров сообщили, что первые чартеры могут отправиться в Турцию уже через 2-3 недели Стоимость путевки по системе «Все включено» оценивают не более чем в 30 тысяч рублей Красноярские туроператоры называют немного больше – 35 тысяч Но лишь по причине необходимости перелета через Москву, либо через Новосибирск Прямые рейсы возможны через пару недель Ближайшая дата путешествия в Турцию – 17 июля Красноярцы уже начали бронировать туры Однако специалисты советуют не торопиться В связи с последними событиями, терактом новым, который произошел Я бы все-таки порекомендовала клиентам воздержаться Подождать того периода, когда будут приняты полностью все меры безопасности И мы будем на 100% уверены, что ни с кем ничего не случится Альтернативы пока есть Моя лично субъективная рекомендация – воздержаться Отметим также, на Красноярский туристический рынок вернулся и остров Хайнань в Китае Прямые перелеты из Красноярска на остров откроются с 6 августа Максимальная стоимость путевки – 44 тысячи на человека Тему возобновления продажи путевок в Турцию сейчас очень активно обсуждают и в социальных сетях Одни пользователи считают такая мера своевременная Другие же, напротив, говорят о том, что в Турции сейчас не могут обеспечить безопасность гостей страны К слову, опросы в ЦИОМ показывают, что большинство граждан России Одобряют решение президента по возобновлению туристических отношений с Турцией Так, впрочем, было и тогда, когда президент запретил продажу путевок Сегодня мы спросили у красноярцев, какого мнения они придерживаются в эту минуту Давайте послушаем Мне кажется, ну, может, и прав наш президент Ну, я сомневаюсь Ну, я не знаю Я в Турцию не езжу А поездите теперь? Нет Ну, чисто на нас это особо не отразится Потому что мы в Турцию съездили 10 лет назад И после этого нам особого желания туда ездить не хочется Потому что есть более прекрасное направление в Азию, которое нам нравится намного больше Не знаю, наверное, не очень хорошо Все равно там опасно, я бы не поехала То, что опасно ехать, ну, у каждого голова на плечах От моря не отходи далеко и все Мне не то, что абсолютно все равно У меня даже загранпаспорта нету Я путешествую по России По России лучше? Я не знаю, лучше или нет Но сейчас Россия закончится Потом я подумаю о том, чтобы поехать в Турцию Ну, а сейчас информация для тех, кто в ближайшие дни точно не в Турцию, никуда-либо еще не летит Дожди и гроза, но температура воздуха на несколько градусов выше нормы Красноярские синоптики дали прогноз на июль Каким будет самый жаркий месяц в году, расскажет Елизавета Курочкина Дождливый, но теплый, такими словами, пожалуй, можно предварительно описать июль этого года Синоптики ожидают, что средняя температура воздуха будет на несколько градусов выше нормы Которая составляет 18,4 градуса Так, на следующей неделе температурный режим будет довольно стабильный Это около 27-29 градусов со знаком плюс Но добавим к этому еще и осадки По словам синоптиков, большинство июльских дней будут идти коротковременные дожди А иногда с грозами Речь идет в основном о 2-3 июля Третья декада будет без осадков Ночные температуры от 12 до 17 градусов Дневные от 25 до 30 градусов выше нуля Для сравнения добавлю немного цифр Максимальную на настоящий момент температуру этого месяца зафиксировали в 2002 году 21 июля она достигла 36,4 градуса Абсолютный минимум был еще раньше, в 1985 году, 12 июля Когда показания термометра опустились до плюс 4 градусов Также для сравнения расскажу немного о том, как метеорологи описывают июнь этого года Специалисты провозгласили его одним из самых засушливых за последние 16 лет Так, в нынешнем году средняя температура за весь месяц при норме в 15,7 градуса достигла 17,6 То есть почти на 2 градуса превысила норму Погодная аномалия была зафиксирована на севере Красноярского края В Туруханском районе и Эвенки регистрировались температуры практически все дни выше 30 градусов А 29 июня в Эвенки на метеостанции Тура температура была выше плюс 35 На этом у меня все, ну а подробный прогноз погоды смотрите, как обычно, в конце выпуска Новости ТВК продолжают работу в прямом эфире и сейчас к одной из самых обсуждаемых федеральных тем Празднование выпускного закончилось полицейской проверкой Госавтоинспекции Москвы заинтересовались массовым заездом гелендвагенов На которых, по информации СМИ, разъезжали выпускники Академии Федеральной службы безопасности Так они решили отпраздновать окончание учебы В сети можно найти множество видеороликов с этого заезда В нем, по разным оценкам, приняли участие до 30 машин люксовой марки Mercedes-Benz Гелендваген В интернете выходку выпускников уже назвали парадом тщеславия Между тем, в ГИБДД начали проверку возможного нарушения правил дорожного движения со стороны участников кортежа Также стало известно, что генерал-майор ФСБ Александр Михайлов призвал уволить выпускников Академии По его словам, цитата В органах госбезопасности всегда приучали к скромности и конспирации Как видно в данном случае, оба этих постулата были нарушены И к другой федеральной теме Кадырова в губернаторы Временно исполняющий обязанности главы Чеченской республики Рамзан Кадыров Принял решение участвовать в губернаторских выборах Пройдут они в регионе в сентябре этого года Об этом политик накануне написал на своей личной странице в социальной сети Instagram Далее прямая цитата По воле Всевышнего Аллаха я дал согласие на участие в выборах главы Чеченской республики Конец цитата По словам Кадырова, он уже направил все необходимые документы в региональную избирательную комиссию Добавим, 29 июня федеральные СМИ сообщили, что у Кадырова появился первый конкурент Им стал уполномоченный по защите прав предпринимателей в Чечне Идрис Усманов И возвращаемся к темам местным Такси за 30 рублей Такие надписи продолжают появляться на домах красноярцев В нашем распоряжении оказалась запись с камеры наружного наблюдения Установлена она на одном из домов по улице Октябрьская На кадрах видно, как молодой человек подходит к подъездной двери с трафаретами В какой-то момент в кадр попадают и брызги от краски На утро жильцы обнаружили на этом месте рекламу такси с номером телефона Напомню, новости ТВК рассказывали, что аналогичные надписи появились и в центральном районе Тогда юристы нам пояснили Доказать, что именно рекламируемая фирма раскрашивает двери, крайне сложно Не исключено, что запись с камеры наблюдения может стать поводом для поиска мужчины Позор городу-миллионнику, в котором нет приюта для животных С такими лозунгами красноярцы вышли на митинг в защиту бездомных собак По словам горожан, беспризорные животные – это серьезная проблема Но для ее гуманного решения из городского бюджета выделяется недостаточно средств Поэтому собак отстреливают Как нам сообщили в пресс-службе городской администрации Отстрел бездомных животных в нашем городе не практикуется Собак только отлавливают и направляют в пункты передержки Тем не менее, участники митинга с этим не соглашаются Это сигнал власти, чтобы она обратила внимание И деньги бюджетные выделялись тем, кто занимается собаками Они давались по тендеру непонятно каким людям, которые занимаются живодерством И это не совсем правильно И нам бы хотелось эту ситуацию изменить И к другим темам Не можем уснуть с открытыми окнами, шумно В нашу редакцию обратились красноярцы, проживающие в жилом комплексе Перья Рядом с домами сейчас идут строительные работы И по словам жителей, идут они чуть ли не круглые сутки Прошлой ночью строительная какафония, как это называют жильцы Не прекращалась до полуночи Это видео нам прислали сами телезрители За кадром хорошо слышно, как работает техника Работы тут проводит строительная компания Омега Новостям ТВК сегодня удалось получить комментарии от представителя компании Давайте послушаем В летнее время строительная монтажная работа ведется в две смены С 8 утра до 8 вечера Однако 2 июля действительно работы продолжались значительно позже полуночи В связи с порт-мажорными обстоятельствами Подрядная организация указана на недопустимость подобных действий И мы приносим свои извинения жителям жилого комплекса Перья И гарантируем, что подобное не повторится Вот еще один нарушитель режима тишины Якобы машину повредили из-за того, что ее владелец слишком громко слушал музыку Ну, шумная музыка в эти минуты и в Красноярске, а именно на левобережной набережной Там сейчас работает танцующий парк Это опен-эйр-площадки, где на протяжении всего лета проводятся занятия танцами, йогой и фитнесом На месте сейчас находится и моя коллега Виктория Лопотайте Вика, ну что же на этот раз подготовили организаторы? На этот раз руларные танцы, а именно бразильский суд Как говорят, вот так просто объекты из Новосибирска в том числе, чтобы проести большие классы Это социальные танцы, в которых, в принципе, не нужно обладать какими-то собственными навыками Главное знать, несколько основных парик сейчас как раз-таки демонстрируют Вместе с апрельсином, которые просто выйдут с надежной и затащили с суда на танцы Собственно, организаторы говорят, что таким образом можно не просто разминаться, да, получать дополнительное статистическое удовлетворение За то, что ты делаешь, что еще, и заводим в новосибирскому, в этом не даром это все называются социальные танцы И на будущее, могу сказать, сегодня, после мастер-классов, в будущем, в поле шей-рок, в начале вечера Наши желающие могут просто прийти и потанцевать. Ну а вообще каждое воскресенье парные танцы есть для фондово-найдерного шоу. Она будет очень отправила. Виктория, спасибо большое. Но у нас далее блок рекламы. После говорим о спортивных событиях и слушаем подробный прогноз погоды на завтра. Германия в полуфинале. Накануне небеская сборная обыграла Италию в четверть финале чемпионата Европы по футболу. Матч завершился ничьей, однако после серии пенальти немцам удалось вырваться вперед со счетом 6-5. Отметим, до Евро-2016 сборная Германии никогда не побеждала итальянцев в официальных матчах. Уже сегодня ночью станет известен и второй полуфиналист чемпионата. Матч Франция-Исландия начнется в 2 часа ночи по красноярскому времени.